Чем отличается бедное мышление от богатого? У кого богатое мышление, он постоянно думает о решении. У кого бедное мышление, он постоянно думает о препятствии, барьере. Какие привычки есть у богатых людей? Первое, что нужно, нужна энергия. Богатые люди всегда сохраняют час капитала. Надо уметь длить, надо уметь заниматься благотворительностью и так далее. Большинство богатых людей занимаются благотворительностью. Самая главная привычка богатых людей. Большинство из них молится. Большинство из них, скажем, стараются не брать долги. Это привычка богатых людей. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши ученики, уважаемые наши читатели. Хочу ответить на многие вопросы, которые приходят к нам постоянно. Спасибо, что задаете актуальные вопросы. Чем отличается бедное мышление от богатого? Одна из основных бедов многих людей именно вот это мышление. Фундамент успеха – это мышление. Например, мы живем в одно и то же время, в одни и те же условия, при одни и те же законе, но только получается, что кто-то может что-то изменить в своей жизни, а кто-то нет. Большинство богатых людей, которые сегодня богаты, они изначально не были богатыми. Что стало для них причиной, что они могли изменить свое качество жизни и стать богатыми? Это их мышление. Богатые мышления от бедных мышлений имеют огромную разницу. Я буду рассказывать несколько показателей, для того, чтобы вам было очень легко и просто понять. Когда у человека богатые мышления, он умеет видеть новые возможности, которые другие не замечают. Он увидит, например, тренды, он увидит возможности, на которые сегодня, если взяться, через некоторое время, они становятся уже более перспективными. А у кого бедные мышления, он это не видит. Например, у кого бедные мышления, он все воспринимает как факт. Например, отсутствие денег. Например, да? Вот, говорит, денег нет, никто не помогает, кризис и так далее. У кого бедные мышления, это все воспринимает как факты. А когда человек это воспринимает как факты, он чувствует свою, ощущает свою бессильность, что якобы у него не хватает возможности, силы изменить эту ситуацию. А у кого богатые мышления, он видит эту проблему, он видит его, но он начинает думать о том, как повелять на эту ситуацию. Например, если у меня денег нет, что я мог бы делать, чтобы денег появились? Что мог бы делать так, чтобы изменить качество своей жизни? Если меня никто не поддерживает, что мне надо делать так, чтобы поддержали? Он по-другому думает. То есть он думает, его фокус направлен на решение, а у кого бедные мышления, фокус направлен на то, что якобы это барьеры на жалобы, жалости и так далее. Это яркий показатель бедного богатого мышления. У кого богатые мышления, он постоянно думает о решении, у кого бедные мышления, постоянно думает о препятствии, барьере, постоянно жалуется, что как ему тяжело и так далее. Есть такое понятие психология-жертва. Психология-жертва. Когда у человека попадает психология-жертва, три яркие показатели с психологией-жертвой. Человек постоянно жалуется, жалуется на судьбу, жалуется на здоровье, жалуется за отсутствие любви, и жалуются за отсутствие понимания, поддержки и так далее. То есть ему привычно постоянно жаловаться. Второе показатель психолога жертв, это постоянно человек обвиняет других. За любую свою неудачу, за любое свое, можно сказать, упущение, за любое то, что свои проигрыши он обвиняет других. Он считает, что другие должны ему как будто помогать или что-то делать и так далее. Человек обвиняет других, это второе. Первое это жалоб, второе обвинение, третье это оправдание. Вот это третье оправдание, человек постоянно ищет оправдание, почему он это не делал, почему у него не получилось, почему он не успел, почему он не хотел, не смог сделать и так далее. Постоянно оправдывается. Когда человек постоянно оправдывается, что произойдет? Вот это жалоб, обвинение, оправдание. Это формирует психолога жертв. Когда где есть психолога жертв, там не может быть богатства, там никогда не будет богатства. Человек, который думает, как богатые люди, он начинает постоянно брать на себя ответственность. Он начинает влиять на ситуацию, он принимает решение влиять на ситуацию. Он не оправдывается. Если вы показываете даже его ошибки, если вы показываете, почему он начинает делать выводы, он начинает делать выводы над своими ошибками и начинает искать варианты, как мог бы он повелять на ситуацию, чтобы что-то изменить. Он не оправдывается. Поэтому, когда речь идет о богатом и бедном мышлении, я хочу вам сказать так. Воспитывайте в себе богатые мышления. У бедных людей есть телевизоры, у богатых людей есть библиотека. Первое, начните с чтения книг. Если хотите воспитать в себе богатые мышления, начните с чтения книг. Потому что новые мысли создают новую реальность. Вы не можете старыми мыслями изменить качество жизни. Новая реальность произойдет благодаря новой мысли. Начните учебу. Учеба – это единственный способ. Самый справедливый путь, который дает возможность всем людям. Знание дает шанс абсолютно всем. Знание помогает действительно любому человеку, независимо от того, где вы родились, в какой семье вы родились, богатые или бедные, в селе или в городе. Образование создает справедливость в нашем обществе. Поэтому начните с чтения книг. Первое. Второе. Меняйте свое окружение. Самый легчий способ менять свое мышление – это изменить свое окружение. Идите туда, где находятся часто люди, которые находятся там, где вы мечтаете. Например, если вы хотите иметь бизнес, больше общайтесь с бизнесменом. Если вы хотите в спорте быть чемпионами, больше общайтесь с чемпионами спорта. То есть, если вы хотите быть победителем или успешным в музыке, идите общайтесь с музыкантами. То есть, получается, что среда, вот та среда, которую вы выбираете, она формирует ваше мышление. Выбирайте правильную среду. Всегда выбирайте среду. Хорошую среду, правильную среду. Потому что от правильной среды зависит все. Как дальше пойдет в вашей жизни и так далее. Я заметил, что мышление меняется очень быстро. Я покидал Таджикистан в 96-й год и большее время находился по всему миру, разных стран мира. Это сильно повеляло на мое сознание, на мое мышление. Когда я приехал, работал полгода как грузчиком в Москве, в Киевском вокзале в 96-е годах. И я тогда понимал, что если останусь в базаре, я максимум, что добьюсь, это у меня будут в магазине овощей или фрукты, или сухофрукты, или что-то нибудь такое, или в магазине мяса. Это максимум, что я буду добиться, будет вот это. И когда я осознал, что всю жизнь этим не хочу заниматься, потому что если ты будешь оставшую жизнь провести в базаре, у тебя будут мышления, которые формируются, то, что тебя окружает, то, что в базаре происходит. А я не хотел этого. Я отошел от этого, и это мне помогло. Это мне помогло стать другим человеком. Поэтому, что я тебе хочу сказать. На каждом этапе изменить свою среду. Просто возьмите и изменить свою среду. Вы не можете достигать другой берега, океана, если вы не покидаете старый берег. Поэтому для того, чтобы на новый уровень прийти, вы должны отказаться от старого. Это тоже ваше мышление. Поэтому измените свою среду. Значит, первый, начните читать книги. Второй, начните изменять свою среду. Третий, начните сохранить деньги. Вы увидите, это влияет на ваше мышление. Четвертое, что я вам рекомендую. Каждый день возьмите, выходите на улицу. Просто посмотрите вокруг вас, сколько изобилия вас окружает. Если умеете, если вам тяжело, берите калькулятор, просто почитайте. Мимо вас одна машина прошел, приблизительно, наверное, 5 тысяч долларов прошел. Мимо вас прошел, там, скажем, другая, приблизительно стоимость 10 тысяч. Вы проходили мимо какой-то многоэтажного дома, где-то 40 квартир. Каждая квартира приблизительно по 50 тысяч долларов. О, на тебе, где-то 800 тысяч долларов. И так далее. То есть, что я хочу вам сказать. Я хочу сказать, что ваши глаза должны научиться видеть возможности. Посмотрите изобилие. Вокруг вас полно. Полно денег, полно возможностей, полно изобилие. Научитесь в себе видеть талант. Научитесь в себе видеть талант и свой талант постепенно реализовать. Вот это все изобилие. Вот это все так работает. Это есть изобилие. Посмотрите на себя, подумайте. Это есть изобилие. Развивайте себя. Просто развивайте себя. Ставьте перед собой цель и развивайте себя. Помните, найдите моя книга «Стратегия мышления богатых и бедных людей». Там очень многое рассказываю, очень многое объясняю. Почему важно воспитать в себе богатые мечты. Например, бедные мыслят категориями потом. Богатые мыслят категориями решительности. Бедные будут всегда все думать, ладно, потом сделаю, потом сделаю, потом сделаю. И они откладывают это все на потом. А богатые мысли, которые говорят, решительность, начинают сразу делать. Бедные мысли категориями нехватки. Они постоянно думают о нехватке. Их фокус нехватки. Поэтому они приживают. А богатые думают о изобилии. То есть, что у тебя в данный момент в изобилии? Что тебе сейчас доступно? Начни с него. Корень все эти возможности – это мысль. Понимаете? Корень все возможности – это мысль. Вот это когда-то была чья-то мысль, это была когда-то чья-то мысль, это когда-то чья-то мысль. Телетехники, телевизоры, самолет. Все были когда-то чьи-то мысли. Получается, сырье вам доступно. Мысли у вас все равно всегда есть. Начните с вашей мысли. Начните упорядочить свои мысли. Они должны быть просто позитивными, правильными мыслями. Создающие мысли. С них начинайте. Или, например, бедные мысли категориями страха. Они постоянно боятся. Бедные мысли категориями страха, богатые мысли категориями любви. То есть богатые делят то, что любят. Бедные начинают что-то делят, когда-когда загоняют их в угол. Например, попали в милицию или больницу, он начинает рычать. Он находит деньги, он находит что-то делает. А когда ему надо рычать, что-то делать, изменить качество своей жизни, он это не делает. Поэтому бедных людей, когда давят на них и пугают их, жизнь заставляют их, когда у них вообще вот за угол загнали их, жизнь когда загнали их, потом что-то они делают. А самостоятельно не хотят что-то изменить в своей жизни, потому что они не понимают. А богатые делают ради любви, они делают то, что любят. Говорят такие вещи, я не имею в виду, что бедные плохие, богатые хорошие. Вы не должны так понимать. Вы должны понимать, что богатые тоже люди, бедные тоже люди. Мы говорим не о каком-то конкретном человеке, мы говорим о их образе мышления, что думать как богатым все равно лучше, чем думать как бедные. Это факт. Думать как богатым все равно выгодно и все равно лучше. найдите видео урок у нас есть видео урок где рассказываю мышление богатых и бедных людей 56 отличие мышление богатого и бедного найдите их почитайте и вы увидите поэтому в книге с 32 категория видео урок из 56 потому что второй час книга стратегии мышление богатый бедный еще не вышел с возможным физическое пока не успели его выпустить скоро когда закончу он тоже видит еще так что желаю вам успехов пишите комментарии если вы почитали мою книгу стратегии мышления богатый бедный или видео урок послушали так далее какой категория мышления помогло вам изменить свою жизнь какой категория мышление повеляли на вас это первое второе пишите пожалуйста комментариях из вашего опыта знаете ли вы людей которые изначально не были богатим потом стали потом стали успешными потом стали ребята когда говорю богатых людей я имею ввиду все реализованных людей это может быть сильный талантливый актер это может быть сильный политик это может быть сильный религиозный деятель это могут быть сильный инженер это может быть сильнее скажем врач так что это реализованные люди мы ценим реализованных людей вот вся наша флософа само это помочь человеку быть реализован потому что настоящее богатство это когда ты смог реализовать себя свой тот богом дано талант вот это богом дано талант это твое богатство твоя сильная сторона вот такой вопрос пришлось к нам какие привычки у богатых людей знаете жизнь вообще это качество жизни человека это результат образ жизни который вы ведете и конечный продукт ваши привычки за скажем за ваши поступки стать это ваши привычки как вы привыкли так и будете жить дело в том что у бедных людей с другие привычку у богатых другие привычки например у бедных людей есть расстроить расточительство они тратят все деньги у бедных людей из там что они берут кредиты на телефон они берут кредиты на одежда они берут кредиты понимаете они берут больше чем чем зарабатывают они живут тратит больше чем чем зарабатывает или они замечают как жизнь подорожает даже если хорошо зарабатывает они зарабатывают продолжать так на этом уровне идти и потом какой-то момент это не хватает они это не замечает просто поэтому есть очень много привычки например у бедных людей привычки гулять постоянно и так далее у богатые другие допоздна спадные которые бедные люди иногда вот смотрите пить курить и так далее смотрят теперь я расскажу о привычке которые существуют у богатых людей которые реально помогают богатые люди все заниматься спортом почему потому что энергия нужно чтобы добиться успех первое что нужно нужна энергия значит постоянно надо накачать свою энергию постоянно надо накачать свое тело постоянно надо быть гибким посмотрите все успешные люди они энергичные второе богатые люди постоянно читает постоянно читать книги потому что они понимают что если ты не обновляешь свои мысли ты далеко не пойдешь умный не тот который все знает умный тот который постоянно учиться хочешь быть успешным постоянно учись будут вечным учеником третье богатые люди все планируют это привычка это привычка планировать привычка планировать 4 организована жить у богатых людей с привычка организована жить они стараются быть организованными людьми у них есть четкий план а упорядоченный план когда мы говорим с счастливей человек кого мы назовем счастливыми счастье это конечный пункт или или результат грамотно организованной жизни если человеку удалось правильно организовать свою жизнь упорядочить свою жизнь он счастливый человек во всех параметрах если ему удалось это делать следующая привычка то есть по плану они они планирует свое время управляет свое время по плану живут следующее богатые люди всегда сохранят час капитала богатые люди сейчас капитала сохранять что касается денег и они его реинвестируют они его обязательно заработанные деньги управляет богатый станет тот кто много зарабатывает тот кто смог сохранить и приумножить если вы станете богатыми если вы научитесь делать то то что делят богатые люди и следующая привычка умение делиться это тоже привычка понимаете надо уметь делиться надо уметь лиц надо уметь заниматься благотворительности и так далее большинство богатые люди заниматься благотворительности я знаю много наших ребят которые заниматься благотворительности очень много нашего ученики заниматься благотворительности очень многие вот таких много поэтому если внимательно посмотрите и поймете и следующая привычка богатые Они заработанные деньги на благо направляют. Большинство богатых людей заработанные деньги направляют на благо. Строят школы, строят дороги, строят больницы, строят там, скажем, заводы, создают рабочие места, помогают массовому народу. Получается, что это все идет на благо народа. Если вы реально посмотрите, заработанные деньги, оно все уходит на благо народа, если реально вы посмотрите. Поэтому самая главная привычка богатых людей, большинство из них молится, большинство из них, скажем, старается не брать долги. Это привычка богатых людей. То есть зарабатывать, очень важная привычка богатых людей, это контролировать расходы. Они постоянно контролируют расходы. Со стороны, когда видят обычный человек и думают, он богат, что он там ради 10 долларов или 200 долларов, почему он так делал, почему того. Но обычные люди не могут понять, что если этот человек раскидал бы деньги, он не стал бы богатым. Богатые люди знают, как работают деньги. Они по характеру сильные, потому что они умеют управлять собой, они умеют себе сказать нет, соблазну сказать нет. Поэтому приоритеты выбирать надо. Они умеют выбрать приоритеты. Я желаю, чтобы вы тоже выбрали приоритеты, чтобы у вас получилось, чтобы вам удалось это понять и вам удалось это делать, чтобы стать преуспевавшими. Помните, то, что вы часто повторяете, это становится вашей привычкой. То, о чем вы думаете, это становится вашим образом мышления. Человек ранее или поздно будет там, о чем он думает, о чем он говорит, как он поступает. Пишите в комментариях, какие привычки у вас есть. Есть ли у вас те привычки, которые я сейчас озвучивал. Есть ли у вас привычки, которые приведут вас к богатству, к успехам или нету этих. Но если нету, значит вы должны превоспитать себя. Переучите себя, превоспитивайте себя. За годы своей жизни я очень хорошо понял, что надо себя превоспитать, надо себя приучить, надо настраивать себя. За годы своей жизни я это очень хорошо понял. На каждом этапе, если вы не умеете отказаться от своей плохой привычки, значит вы не выросли. Однажды ко мне пришел один человек и говорил, я уже много раз слушаю вас, мне это очень нравится, как вы обучаете. Но вы знаете, наставник, я хочу избавиться от вот этого курения, но у меня не получается. Не подскажете, как мне делать? Я спросил, Огань, сколько вам лет? Он сказал, уже 50 чем-то лет. Спросил, сколько лет курить? Он говорит, давно уже, курю, наверное 30 лет больше я курю. Я сказал, знаете, Огань, если скажу правду, не обидитесь, он сказал, нет, я сказал, если чуточку станете умными, вы все равно бросите курить. Он говорит, подожди, за 30 лет я чуть-чуть умнее не стал. Я говорю, нет, возможно у вас машина появилась, возможно у вас профессия меня, возможно у вас дом появился, но вы как человек умнее не стали. Если вы как человек чуть-чуть умнее стали бы, вы бросили бы пить, то есть курить. Потому что вы прекрасно понимали бы, что зачем мне делать то, что мне вредно. Вы победили себя. Ваш ум, когда станет сильным, он побеждает вас и управляет вашими слабостями. А когда ваш ум слабее, соответственно вы поддаетесь, вы подчиняетесь вашими слабостями, соблазнями, наслаждениями и так далее. Власть над собой, это когда ваш ум управляет вашей слабостью. Вот это власть над собой, это ваше достоинство, это ваше силие и так далее. Поэтому что надо делать? Вот то, что полезное, то, что нужно, берите для себя, принимайте решение, а потом его формируйте как в виде привычки. И просто повторяйте, 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 пока не дойдет до образ жизни и так далее. Пока не дойдет до уровня, например, скажем, осознанности. Например, я вспомню, когда однажды один парень подошел ко мне и сказал, я не успеваю прочитать пять раз намаз в день. Это для меня очень, моя работа как-то тяжело и так далее. Я сказал, дело не в этом. Дело в том, что ты не успеваешь. Дело в том, что ты не понимаешь, что это самый приоритет должно быть для тебя. Ты лучше планируешь свою молитву, а потом все свои дела под него подгонять. Потом все свои дела, остальные потом планируй. Но сначала планируй то, что тебе важно. Если для тебя важна твоя молитва, сначала планируй молитву, а потом остальные планируй. Когда ты так сделаешь, дело у тебя пойдет хорошо. Потому что я так делаю. Сначала планируем, что в это время мне надо для молитвы, это для чего? Для здоровья, это для моих детей и так далее. А потом для того-то следующее, следующее. Тогда вы успеваете делать все. Поэтому человек всегда найдет время и деньги для того, и для кого считать важным для себя. Вот что я желаю вам успехов. Поэтому привычки богатых людей, именно привычки делали их богатыми. Вы сначала формируете привычку, потом привычка помогает стать успешными. Это действительно так. Ни одной минуты не тратьте зря. Это тоже. А привычка богатых людей какой? Всегда время планировано. Ненужные вещи не надо делать. Надо делать то, что приближает к цели. Это важная привычка. Мне в жизни именно это помогло. Помогло мне то, что я всегда делал то, что мне приближало к цели. Мне это очень хорошо помогло. Это изменило все мое качество жизни. Делайте, и вы увидите. Сами убедитесь, как это работает. Комментарии пишите, что вы поняли, что вы думаете об этом. Какие привычки у вас есть в дальний момент. Развивайтесь в те привычки, которые ведут вас к богатству. А какие отрицательные привычки есть, от них избавьтесь. Это откладывание на потом, это хитрость, это расточительство, это слабость. Это все делает человека очень бедными. Желаю вам успехов от теории приемки действий, от учебы приемки практики.